Ну что ж, всем привет, ребята! С вами Фадеев Руслан, WWVlog, и это начало нашего путешествия на WrestleMania 34. Вот прямо из дома сегодня в этот раз начинаю снимать. Сейчас 2 апреля, 3 часа ночи по Москве, и меня уже где-то там должен ждать Uber, по идее, чтобы довезти до аэропорта. И, собственно, всё, это начало путешествия. Долгое ожидание закончено, пора ехать на WrestleMania. Ну, в общем-то, покажу даже, как я... Не знаю, зачем, просто для атмосферности, да, как я прям вот выхожу из дома, чтобы это была прям настоящая дорога. Чемодан, кстати, у меня вообще полупустой. Не знаю, даже, что тут обрежать. Так. Всё, можно идти. Честно говоря, первый раз вот сам заказывал Uber. Да и вообще, я никогда не заказывал какой-то прям такси вот это вот, типа Яндекс.Такси или что. Я не особо в курсе, как это всё делается. Может быть, я уже давно должен был быть на месте? Не знаю. Сейчас будем искать. Машину Volvo XC90. Вроде нормальная машина. Водитель Андрей. Очень много дверей. Одному неудобно. Эть. Мда, в Питере, как обычно, чёрт знает что. Ну, смотрите, не знаю, видно, нет? Какой-то снег идёт или что это? Блин. Погодка так себе. После такого во Флориду, конечно, вообще. Ладно, выключаюсь пока. Буду искать машину. Смотрите, кого я нашёл. Здорово. Ну как настроение? Настроение? Не выспавшись. Ты спал итоги? Два часа. Два часа. Я спал днём тоже где-то два часа. Водитель сказал, что сначала я вышел из дома. Смотрю, он типа звонил две минуты назад. Я в лифте, видимо, ехал. И смотрю, скинуто всё. Там уже другой какой-то водитель едет. Я набрал на всякий случай, там он говорит, типа, не может найти дорогу к вашему дому. Поэтому отменил заказ. Второй, что-то вот, был показан на карте вроде как в другом месте. Я искал, ну не понял где он. Потом в итоге он начал звонить. У меня сел телефон сразу. Ну выключился из-за холода, потому что на улице что-то херня какая-то полная. Ну в итоге кое-как чудом я его нашёл. И мы доехали нормально. Это вообще фейл был, грубо, лютый. Я реально, я вот что-то такой, блин, а что делать? На улице телефон не включается из-за мороза. Идти в подъезд включать. Лажа какая-то. Ну ладно, пойдём. У нас ещё с регистрацией могут быть проблемы. Поэтому надо пойти уже куда-то. Я фиксирую. Что? Я всё фиксирую. Так, ну тут надо общий контроль пройти. Булково. Тут я начинал свою дорогу на Рассуманю 32. Ну, до самолёта у нас ещё больше полутора часов. Так что всё в срок пока. Всё нормально. Ух, сколько там напитков. Охренительно, сейчас будем всё пить. Конкискат. Это обзор на машины. Как тебе? Рекламная интеграция Киа. Что это за тачка? Киа. Стингер. Да. То есть это... Стринг. Стрингер. Ну, практически, да. Ну, нормально смотрится. Для Киа так. Да. Киа как-то всегда ассоциировалась со всем остальным. Да, от двух. Снимаешь, и миллиона стоит. Ну, короче, мы тут это самое. Зарегистрировались на рейс. Ну, по сути, мы зарегистрировались ещё из дома. По интернету. Сейчас получили посадочный, сдали багаж. И готовы идти дальше по зелёному коридору. Вон там. Пойдём? Пока вроде всё складывается нормально. Всё по плану. Никаких проблем нет. Ну, как ты еле-еле уехал от такси. Ну, ну. Ещё меня смущает то, что я скушал чабупели. И мне немножко что-то... Господи, ты реагируешь. Всё там в животе как-то. Даже сегодня не сделала исключения для этого. Ну что, это самый такой нормальный варик, чтобы перед этим поесть. Что, поляло накрываем? Ты знаешь, как будто это всё Дима строил. Все маленькие порции, маленькие тарелки, такое всё. Мы, значит, зашли в бизнес-лаундж, да? Да. Только тут даже телевизоров нету. Да, сутники в бизнес-лаундж, но зато есть хоть какой-то ланч. Бизнес-лаунч. И не при подписчиках. Сейчас будем вино бухать и пиво. Балтика-семерка просто можно брать и пить. Это семерка? Куда-то без склони вообще. По-моему, семерка. Сейчас посмотрим. Сейчас, так сказать, изучим. Да. Ну, на самолет надо сесть уже готовеньким, да? Правильно. Ну да, потому что ты всегда очень сильно нажираешься перед... Он боится летать, поэтому он очень сильно нажирается. Он в блютое говно уходит. Всегда. Чтобы забыться и просто улететь. Ну, а что? Ну, страшно человеку летать. Ой, ну, наконец-то. Господи, хоть где-то можно бесплатно попить. А то в самолете... Ой, в самолете. В аэропорту просто дичкие цены. Капец. Хотя морс какой-то прям разбавленный не сильно. Ну, а тут можно подлезть. Да, я говорю, как будто Дима делал это все. Ладно. Ну что, сколько сейчас времени-то? 5.14. 5.14. Время завтракать. А, получается, 5.53 вылетит? 5.55. 3.55. Так это нам только поесть и все. Да. А, тогда и не на телевизор. Но все равно безвезонное дерьмо. В общем, все. Скоро уже на самолет. Руслан, будешь минуты пивать? Да. Да, там, короче, Балтика 7. Давай до Талава. Экспортная. Хорошо. Самолет вылетает через 20 минут. Надо быстрее бежать на пассад. Да без нас не летит. Мы уже проверили как-то раз. Так мы на регистрацию не пошли тогда. Они будут там не валять нас по громкой связи. Я так в Минск улетал. Когда мы вроде перенеслись на 2 часа самолет, потом час прошел, и мы сидим в Бургер Кинге, нас объявляют. И мы просто вот так вот еле-еле успеваем. Ну, типа, в ром случае, наверное, дали. Я предпочитаю без экстрима. Согласен. Ну, что ты набрал тут? Надоело. А я это возьму. Немного подкрепились. А он не имеет, одеваться. Немного подкрепились, уже хорошо. Ленишка оставим кому-нибудь еще. А может, бутер еще? Уже развалится. На этом мы пока бодрые. А впереди лететь еще, именно лететь, 13 часов. Ну, пока что 3 до Франкфурта. Кого приглашают? Нос. Да? Ё-моё. Продолжение следует. Адельется. Вы сюда, сейчас покажи? Че? Влетели. Как долю бегают? Поехали. Мне кажется, так крово. Сиэм Панк не делает вещи в твоих условиях, я делаю вещи, когда я хочу, я предполагаю, я чемпион. Кушали что-то странное, киш какой-то, король и шут получается, ты понимаешь, что это? Запеканка какая-то, как будто внизу что-то типа тесто, а потом лазаньи, омлет, сын. Очень вкусная, но там еще была цветная капуста, а она говно, и овощи какие-то такие немножечко овощей на пару. Сок и стаканчик колы. Ну, сок хорош. Две булочки. Одно из них я не употребил, я отдал. Ну, свиньба вроде ясная, погода хорошая. Подлетаем францию, потом в домике. Фермера Говарда. Подруливает крыльями, дорогие друзья, видите? Там внизу у нас уже в Франкфурт, видите, небоскребы стоят. Просто там небоскребы. Ну, сейчас ты точно не снимаешь окно. Ну, честно говоря, это точно. Да? Да. А что это? Вроде небоскребы же. Это что, думаешь? Да, они очень близко, да. Думаешь, это... Простая деревня... Простая деревня... Простая деревня... Реально, блин, небоскребы. Простая деревня Пацератов? Профан. Офигеть. Не, а, да, это Франкфурт Конкарандаш. Вот это, покажи. Я не знаю, про кого он Карандаш говорит, но точно не простой. Да, историчный такой, знаете, какой. Ну, или какая-то. Карандаш стоит. А-а. Как это мы раньше прилетели. Ну, она вообще, конечно, с запасом. Да, простая деревня Пацератов, на самом деле. Такая простая, самая деревня Пацератов. Это они еще раз не видели. Или Сизеринь. Все, подпиши. Ну, нормально, заряд есть. Ты последний раз во Франкфурте был вот именно на... Тогда? Когда мы опоздали на этот самый, да. На брат самолет. Когда он сказал, да че там, мы успеем. Сейчас по городу погуляем и успеем спокойно. А ехать было две основки на метро. Ну, смотри, Пацератов. О-о-о-о-о-о-о. Там прикольное. Тут все прикольное. Да. 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 Такие серые, как у нас. Все припарковались. Сошлись с небеса с наемным. Они там вот прям не за... Мы в аэропорту Франкфурта. Здесь у нас пересадочка. И... Именно здесь мы четыре года назад опоздали на рейс из-за того, что Руслан сказал, что мы успеем. Прям вот только вот я. Да. Кто на немецком метро? Вот. Вот это вот очень удобные штуки такие. Вот это? Нет, вот. А, ну да. Прикольно. На них отдыхать прям кайфово. Флексиль, да? Лежачий. Вон их там много. Мы видели смету, которую мы полетим. Они охренительно. Я просто охерел. Мы не уверены, что мы на таком полетим. Ты че там? Только такие стояли и маленькие. Посмотрим. Это же повышенный комфорт в любом самолете. Нам до самолета этого еще почти сколько? 15 часов. Ну, до посадки два часа. Короче. Будем что-то тут как-то развлекаться. Да, Франкфуртский аэропорт один из самых больших в Европе да и в мире. Такой большой хаб, где если вы куда-то там далеко летите, то зачастую это будет именно через Франкфурт. Угу. Угу. Уже появились, смотри. Где? Здесь 30 есть. Здесь 30 есть. Подожди. А вот здесь 45. Майами. Майами, Флориде. Самый козырный тут всех, самое красивое. Нью-Йорк еще прикольно. Смотри. Джон Фильджерик в Кеннеди аэропорт. Ты прав? кассе я сказал что в аэропорт кеннеди прикольно прикольно ты не знал что ли я просто буду сказал он приводом существовать это же фильме терминал по-моему том хэнксон я не смотрел ты не смотрел терминал водитель любишь терминал лифт короче там все закрыты в пространстве для классика с томом хэнксон любые фильмы надо смотреть что он хочу так красиво я там побывал чего с камнями дублин айрланд милан о чинай у нас на работе начинает и индия на работе у нас ездили в командировку туда ты сейчас был синайре считается нет сина это полуостров египте я просто знаю что такое я слышал это город начинает хорошо нам там показывает о в белгород пацаны козырные можно к ним с франкфурта прилететь если хотите белград маком он лондон хитроу смотри там я попробую скоро в лондон я бы это самое как мог бы сказать о даллас фортворд даллас какие глупо покупателей собственно я туда и нью-йорк нью-ворк нью-ворк у них два аэропорта ну да логично нью-орк нью-орк это нью-джерзи уже от хз атланта я очень хочу в атланту на самом деле у бахрей нахренительно москва о смотри москва поехали домой в атланте же построили новый стадион mercedes-benz тоже это то что фотками спали постоянно да на замену того стадиона где была двадцать седьмая рассылмани и вроде как почему его убрали его или него не убрали 87 нормально да ну там тип новый построили крутой там как-то виде вот цветочного вот этого но как-то складывается крыша интересно что супер современный стадион и там вроде как была договоренность что какое-то крупное событие от ww там должно быть ну типа рассылмания ближайшие два года что ли то есть получается после нью-йорка будет там возможно возможно и все равно наш зенитовский звенок получше но стоит в пять раз дороже бермингхам прям очень много в покрытую тренем в весь мир можно улететь можно в сплит даже улететь это маленькое государство на побережье кубы нет ладно сплит это по-моему кель португалия что-то на лагне майн стейшн или нет консенбург поезд даже поезда есть кельн вот это в китае куда-то и в японию или в корее там непонятно флоренция в вашингтон доус гданьск ну ладно чё пойдем дальше это больше нам еще до терминала c чапать и чапать еще сорок пять минут тут такие машинки ездить индусов катаются бедные бедные я не придумал шутку тогда у них на борту не заводим денег на машинку блин это вот нас привезли в терминал а а наш самолет уходит из терминала z вот это просто разные концы этого слушаю зарядка еще полная надеюсь она потом не исчезнет просто вся мгновенно угоним прикинь мы тут суету наведем будем катать всех бесплатно прикинь как нас депортирует нормально вот кстати тут вот самолет стоят охренительно я просто в шоке и от нее нет не он а это обычно не вот вот пойдем сюда это вот мы сюда по вам припарковали там самолете я не знаю не не могу разобраться очень большой а да правильно 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 ну а так вот поехали только нет странно может не тут этого самолета не видно кубинских авиалиния вкурены не все смотрят трансветные ямайка там вот это вот и просто там просто водитель такой пилот курить ей лакусь на борт вам все в тумане до дымную душ прикольно все противку и так он самолет приземляется за люблю если я какая-то вот он огромный охренеть просто аэропорт романтика путешествие вот в этом вот все мы как бы конечно устали я уже не особо романтично когда ты будешь 10 часов вот так вот кресло перед стояли сидящую клетку все равно прикольно это ощущение что ты ты уже не в россии люди в принципе его очень то что не в россии уже прикольные люди со всего света просто тут вот уже он у раунда world мужик смешной это этот самый который в чокнутый профессор играл актер эти мерфисти ну да когда он толстым становился очень нам чтобы до следующего терминала доехать аэропорт такой большой что до следующего терминала надо ехать на вагончике принципе те кто смотрели наш ролик поездку во франкфурт мы это даже показывали но теперь более такой живое все а нельзя сидеть вы начатом такой к этому располагается и чумы лежат поставили наш теплый над ней но все-таки комфортно и но все-таки комфортно тепло он напоминает подвесные дороги у Соединенных Штатов типа наземное метро монорельс где бы тут интереснее поснимать самолеты такие вот вагончики тут просто это аэропорт он как-то целый город да двери туда растут и стенки вот это вот все зона влияния люфтганзы а вон вон большой этот самолет вон вон который за день а он вызывается где-то через 12 часов будем уже в штатах пойдемте точно депортируют я опять один поеду ахахаха 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 ахаха ахахаха ахахаха просто офигеть и у нас там один выход один вход и все и три самолета припаркованные вот такой вот монорельс в россиян куда вы можете искать здесь я не понял это это давайте посмотрим б садим не приехал давай спросим а да доехали я очень странно выгляжу вообще с этой камерой ну вообще ну может быть я какой-то там этот нет это не хоть там этот ну то подумают что типа я профессионально что-то снимаю может ты бы ходил бы с этой ты понял гэш 5 как меня ганза там разгоняется где этот большой самолет невенда нет вон то вон вот то да но так не видно наш типа думаешь или просто большой вот тут который ты говорил а это нормально прилетели ага ты бил а ну хотя да возможно может так уркуля сделать возможно вон там что-то надпись вот эта да не понял что это ну там такое было ладно идем к терминалу z вот первая палочка зарядки исчезла у Вадима там какие-то проблемы его случайно выбрали для проверки там вот куда-то их привели интересно а тут вот есть вот такой fast lane ну у Вадима нет уже минут пять я начинаю переживать за него что вдруг в этом разделе догола и проверяют все наличествующие отверстия на предмет каких-нибудь запрещенных веществ мало ли Вадим где же ты так вроде их отпустили а Вадима я не вижу все равно а вон идет сейчас узнаем что там с ним происходило что там происходило и это не он был стойте где Вадим вроде все прошли а его не видно походу все таки что-то нашли что-то накопали на него что-то накопали на него я реально не понимаю где он что такое там уже вроде новых людей забрали проверять какая-то в общем система такая случайная случайная выборка нескольких там нескольких там людей выбирают на проверку дополнительно где Вадим короче оказалась такая хрень что зря я его там ждал я понял уже что что-то не зря наверное мне сказали пройти все-таки туда и в duty free где-то ждать потому что я уже когда прошел минут 10 наверное и Вадима не было пошел подошел он спросил у другой афроамериканки ну афро немки получается типа что тебя забрали куда мне это он сказал не надо там ждать надо идти туда потому что ты будешь этажом ниже ну я следу а я всем объяснял my friend ай 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 в итоге в итоге мне сказали как пройти я поднялся начал пустить мусорам а не долго не могли понять пришел сюда с двумя полицаями пришел а тебя типа они как видишь своего друга я говорю нет короче пошли обратно ну это было типа ты в duty пошел все-таки если там не будет то пойду ужин посадка ворота знаю мне показалось что они типа туда вас вводят и обратно тут же и выводят я тоже так думал а по пути когда мы шли я говорю я вернусь обратно он говорит нет у меня там друг короче это такая тема потом они говорят типа снись к вай-фаю тут мусора говорят я говорю у меня нет 3G нет вай-фая охренеть 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 ну это прикольная тема ну как бы эскалатор который катится по плоскости земле это же охренитель вообще это траволатер называется в натуре? да ты сейчас придумал это? от слова трава? от слова travel от слова travel дебильное слово travel travel что travel ты что-то travel делаешь какой-то ну да на земле ладно понимаю ground water какой-нибудь может мы снимали где-то там вот вот это вот как мы едем на эскалаторе вот так вот ролик небольшой не помню это на влог с Игорем было это еще мы на влог это снимали или где? нет это просто париколы было когда мы ваймакс ходили на Байконурскую какую же ты херню помнишь я поражаюсь я помню что там в чертовых разумах еще зарыл ну почему на машинках катают постоянно индусов? как ты в первом классе описался я помню где? на карате? значит было спалился ну там ходить не пускали так переходим на второй траволатер ну тут что-то для детей ну выглядит оно что-то стрёмно какая-то странная хрень так смотри как это рэпер Рэдо которого ты слушаешь? Рэдо ну вон Радо а тогда не тот Радо смотри как интересно часы на малине это не интересно интересно а почему не интересно мы так и не полежали даже на вот этих вот прикольных может быть там есть? не знаю ну вот тут есть смотри душу Руслан да можно помыться ну два муки поставить? не знаю а ты хочешь? столько там какая-то есть наверно да платить надо такое макдак есть господи сколько мы добираемся до этого терминала? охренеть это просто какое-то путешествие маленькое сука мы летели меньше чем мы добираемся реально это какой-нибудь Лихтенштейн например он меньше чем этот аэропорт я думаю да ну настолько маленький реально он такой маленький в натуре? мне кажется да я бы полетал в лозуоле в Гранзе над аэропортом этим приехали кстати вот этот терминал как мы выяснили тут почти все летит в Америку там не знаю Детройт наш Майами Нью-Йорк Чикаго в Вашингтон куда угодно куда хочется заели или этот Белград аккуратно Ах раньше нам не было международной машины машин прикольная на которой возят охренительно Вот тут еще один трогалад Короче, тут вот ролики Такая вот тема есть Игровой зал бесплатный Можно на Xbox поиграть Тут NBA, тут Just Dance Даже сыграет Ну тут единственное, где пусто Тут какой-то Tetris просто Поэтому тут никого и нет Ну давай поиграем Ну нет Типа мультиплору можно что-ли Говорят? Типа ты Это не сплитскрин Я уже пробовал сплитскрин Но это не работает Для каких-то причин Ты должен нажать на кнопку Для какой-то причин Я хочу нажать на кнопку Для сплитскрин Ну что Что, погоняем? Да ты думаешь? Ну ладно, пойдем Ну прикольная тема Кубаран Зарч, ну никакой индус Где-то иду, посылат, увидел и живет Я опаздываю, ты смотри Можно на именжность Стоп нажать, кстати У тебя и так уже, понимаешь У нас несколько попадало Попадало Это жесть вообще Это только еще Вот просто Идем из одного конца в другой И уже Причем, реально Из одного конца в другой конец То есть все Ты знаешь, вот где Я тебя искал, когда поднимался Там выход на улицу Я его прошел просто Это вот выход на улицу Ты мог бы выйти на улицу просто Без визы, что ли? Ну да, наверное Не, ну я знаю Может там какой-нибудь выход на парковку Но там просто был типа выход на улицу В одном аэропорту уже ты посидел там, где нельзя Мы куда-то там разделились, тебя забрали Чуть не потерялись Я снял видео запрещенное Да Весело Мы наконец-то зашли до наших ворот 66-х Это был очень долгий путь Пиздец Это просто, не знаю Пол Невского как будто прошли И ту половину проехали Да, половину проехали еще вдобавок Что-то капец Это реально Жесть аэропорт Ну реально получается Из одного конца в другой прошли Вот И вот это наш самолет получается Реально какой-то здоровый Вон там вот два трапа по сути идут Ну как, это не трап, это рукав Три рукава Раз, два, три Ну да, один в кабину получается Один наверх, один вниз Что-то интересно Первый раз такой вижу Охренительно То есть ты хочешь сказать, что ты летел на обычном самолете? Ну я не знаю Я так как-то и не помню, что там было У нас 20 минут где-то до посадки На этот самолет мы все-таки пришли пораньше Удивительно Да А получается сколько? Ну мы час шли, я думаю Точно С нашими всеми приколами Приключения Ну зато интересно А сейчас все, поедем Ронять запад получается, да? Да А вот теперь, кстати, он просит подсоединить Ну типа, по-моему, да? Зарегистрироваться просит Будем ронять по полной Во Флориде Для начала Мы сели в аэропорт Который летит уже до Майами В аэропорт Я сказал в аэропорте? Да Все Ну что значит ночь не спал? Самолет, который долетит до Майами 10 часов у нас где-то полет будет Но тут как-то покомфортнее все-таки лететь Потому что вот тут, например, есть экранчик, да? И можно смотреть кино Есть наушники специально Я подключил бы свои наушники Но они блютусы И я сомневаюсь, что их можно сюда подключить Ну что ж 10 часов Много это или мало? Это до хрена Вадим тут уже достал Все буду здесь Все сэплечен дало Тут выбираем фильмы, которые буду смотреть Я отобрал короче Даунсайзинг С Мэттом Дэймоном Да И его что-то не очень хвалят вообще-то Но Я прям Мне идея нравится И хотелось бы посмотреть Что там идея, расскажи подписчику Там люди уменьшаются Ну типа У них там какой-то кризис демографический И появилась такая функция Уменьшение людей Типа им нужно меньше еды Ну короче это выгодно Экономически Вот И Мэтт Дэймон с женой Они хотят уменьшиться Но В последний момент жена отказывается Мэтт Дэймон уменьшается А жена нет Ну короче как-то так Еще Фильм Тоня против всех Это все-таки блин И номинации на Оскар были Марго Робби И Лучшая женская роль Я понял Что фильм Оскар получил Интересно Посмотрите Вот Может быть чудо посмотрю Про мальчика урода Как его в школе гнобят Нет А телеграмм Будапешт Мы посмотрим еще Чего он там Прямо Блин а что тут обратно смотреть Если мы это посмотрим Охренеть Ну там может быть другой набор будет Не знаю Говорят ли Ну на английском Что-нибудь посмотрим А Есть еще Это вот лэнгвич Выбрал скорее всего Что с озвучкой На русском А можно что-то С субтитрами найти Начнем с даунтайзинг Там Этого да На уделение Набор прям Современных фильмов И есть даже Джуманши С роком Вот который новый Кстати я бы его Может даже пересмотрел Если полет затянется Что прям Кстати да Можно Все реально Легкие Угарненькие Ты что уже начал смотреть Мы же пишем Мы даже не взлетели Что ты Подставляешь Ставь на пафос В общем Вот так вот Мне вот сейчас Спать не хочется Если честно Мне тоже не хочется Что-то В тот полет Как-то было Тяжко Сейчас уже Неплохо Я думаю Если фильмы Будут хорошие То вообще Нормально Все Переход Что-то мы долго Не взлетаем Коже Времени 9 часов 44 минуты Осталось лететь Вот В прямом эфире Господи Это же Как бы У нас Такого еще Расти-Расти В России Нужно яркость Вот Наш путь Смотри Ну-ка От Франкфурта От Франкфурта От Франкфурта Как-то так Мы по параболе Видишь Пролетим Скорее всего Примерно так же Как Вон Мы Над Лондоном Получается Пролетим Я дочу Биг Бэнс Через Британию А мы же не будем Через Даблин По пути Шеймоса Захватим Примерно так же Вот Как-то По параболе Я и тогда В Даллас Летел Разворачиваемся Вот На взлетную полосу Сейчас будем Взлетать Давай Перезаю тебе Стапетную Палочку Лебонитовую Палочку Лебонитовую Да Сейчас как Следим Франкфурт Майя Ну кстати Не знаю По схеме Показано Что мы тут Все-таки Как-то Над океаном Полетим Но в Даллас Я летел Прямо Все штаты Северного Так Майами С краю Находится Поэтому И через океан Типа Я роняю Запад Бур Я уши Какие-то Какие-то Фильмы Походу Которые По телеку Как-то Мы незаметно Взлетаем Как будто Мы пока Еще Узгоняемся А вот Сейчас Отрываемся От земли Все Летит Какой же он Сука Огромный А взлетел Плавник Ну главное Сесть Плавник А то Наши влоги Никто не увидит Главное Сесть Плавник Нет Вообще Сесть А Уже На Германии Мы и так Видели Вадим Ты спишь А не смотришь Да Ты все пропустил Так Мы прилетели Где-то Половину пути Получается До Майами Еще пять часов Ну Как бы Вроде Что-то Поспали Что-то Посмотрели Вроде Более-менее Но вообще Время тянется Все-таки Долго Очень Мы в раю Сейчас Там Вообще Просто Божественный Свет Какой-то Фильм Кстати Короче Что-то Мне пока Вообще Не заходит И Я думал Он Как-то Такой Будет Легкий Простой Интересный Тянется Как-то Проксимально Линейный Просто Линейный Что не Происходит Ой Что-то Там Непонятно Как-то Вообще Идея Пока Фильма Вот А летим Мы Вот Уже Сейчас Получается Что? Смотри Как круто Это Шикаго Что-ли? Нью-Йорк Нью-Йорк А Нью-Йорк Вот 4 часа 55 минут Нам осталось Сейчас Во Флориде 10 утра А Приезжаем Мы Ну В 14 50 Прилетаем По плану Так что Пока В принципе Держимся Графика О Вот Вот тут Хорошо видно Как мы Половину пути Проделали Из Франкфорта Потом Майами Сейчас Вот уже Залетаем На территорию Северной Америки Залетаем Крадом В Бенстилер Да Вот Что это у нас тут вообще Это Ну получается Сейчас Скорее Канаду Будут долетать А может Мы так По краешку По побережью Как-то Ну вот здесь Где-то Что сейчас Не показывают Но это Там Монреаль Там Монреальский Облом был I wanna celebrate Rock, rock The whole night away Hey, we gonna celebrate Yeah, yeah, yeah Rock, rock Pickling Rock, roll STRONG Субтитры сделал DimaTorzok